Девушки отдыхают Интересный матч, у нас сегодня 2 бейства в 3, потому что еще будет европейская квалификация, там НИПы против Спейс Солджерс, но там заруба будет не менее интересная. Посмотрим, смогут ли Спирит Академия на собственном пике в защите набрать кучу раундов и отправиться дальше на третью карту. Женя, привет! Как думаешь, смогут ли Спириты справиться с таким натиском в Веге? А вот это очень сложный здесь вопрос, ну то есть он нелегкий как минимум, сложный или несложный, потому что Вега Сквадрон в общем и целом, я думаю, должна сейчас иметь опыт на карте Доверпасс на данный момент, вот к данному моменту времени. И они начинают немножко шуметь около ланга, немножко шуметь около душевых туалетов здесь, пока что закрепляются на месте. И может быть, бомбу скидывают в Вендерпассах, хотят позондировать как раз банан здесь посмотреть, а насколько сложно будет это прорвать. Но Роме в 90-м углу находится и Кешу найдет сейчас. Да как? Что такое? Почему так ошибается? Беда, да, действительно беда, потому что должен был брать. В итоге опорная позиция под аплент у атаки, и Кешандру надо здесь сидеть. То есть ему надо сидеть, и вот он только сейчас умирает, и сплит на Б через монстр и зигзаг, и Фене придется все это дело принимать. Ой, какой хедшот от Фене хороший, там бомбкарьер в итоге падает. То есть теряют 3-2 секунды ребята из команды Вега-Сквадрон, чтобы поставить бомбу, даже больше секунд 5 походу. Но все-таки бомбу поставили. У Фене остается 1 хп, он попытается сейчас еще что-то реализовать, но Фене моментально снимают здесь. Худжи пытается расконтролить свой глот, получается это сделать, флэш остается последний, его должны запирать. Ну вот, вроде казалось бы, что должны были брать Спирит этот раунд, там бог не убил игрок оппонента. Да что же такое-то, не везет, Спиритам не хватает немножечко, вот опять же, возвращаясь к стрельбе, вроде бы убивали Спириты на карте Детрейн. Но все равно вот где-то капелька везения, и возможно Спириты просто возьмут, оторвут от Вега-Сквадрон плавник и пойдут на третью карту. А у нас тут напоминание, что победили на Детрейне Вега-Сквадрон своих оппонентов 16-6, весьма была легкая каточка для Акул, но может быть и Оверпасс также для них будет не столь сложным, как это было и на Трейне. Посмотрим, кстати, спрашивали в чате, где же сами Спириты, почему только Академия Спириты находятся в группе А? Они также присутствуют на квалификациях вместе с командой Нави. Там, я вот даже посмотрю, кто там еще у нас находится в группе А. Это команда Force, бывшая команда Спартак, и также Quantum, Bellator, Fire, которые прошли через OpenQual. Ну, а в группе B присутствуют также, помимо Спиритов и Веги, Авангар и Флипсайд. Кстати говоря, Авангар обыграли просто Флипсайдер в мясо. Да, Авангар это крутые казахстанские ребята, и надо выпить за них кумыса будет как-нибудь, потому что они крутые, очень понравились. Худжи скрывает лицо, надеюсь, в фене, берет Сизиху, Сизиха на дороге не валяется, и в итоге бомба будет поставлена. Вопрос под что, потому что Муншайн идет, ооо, так, не, все-таки вот Муншайн пропускает своего оппонента, то есть, точно пропускает возможность, на самом деле, убить оппонента, который даже ставил бомбу, вполне себе мог он это сделать. И Роми с 5-7 остается, здесь, так, сейчас давайте за Роми посмотрим. GR, слышно GR, Роми пытается угадать, с какой позиции пойдет GR, и, видимо, угадывает, если честно. Получается расконтролить свой девайс, это 5-7, но уходит назад, а его здесь будут замыкать, забавно, со всех сторон. И вот, либо по чоперу залетает, ну, как бы тут уж со всех сторон. Уж извините, Кишандра закрывает Роми. Пока 0-2, вероятно, и 0-3 для Веги Сквадрон на чужом пике. И, опять же, да, еще раз, вот, я раскрою большую тему. Я говорил, что, пожалуй, наверное, надо оверпасть, у Веги Сквадрон должен бы быть опыт здесь, на данный момент времени. В общем и целом, я не буду скрывать, если честно, мне кажется, возможно, не без проблем, но Вега должна эту серию вообще 2-0 забирать. Ну, вообще, да, и заметь, что Вега Сквадрон начинает вторую карту подряд в атаке, да, они проигрывают ножи, но все-таки, как ни крути, это атака, и мы видели атаку от Веги Сквадрон, у них получалось весьма бодро, там у нас на центре замес, мир и Худжи собирают урожай, и только лишь один Роми остается в живых ненадолго. Это трипл, нет, это дабл для Худжи и для Мира, и только лишь один фраг достался Джеру. Девайсы для Spirit Academy, но вот если брать прошлую карту, где Spirit набрали себе чуть раундов, они брали пистолетный раунд в начале карты, соответственно, у них была троечка, но потом девайсы, и мы помним ту печальную историю, которую нам напоминают каждый раз, когда мы смотрим под название команды Атаки Вега Сквадрон, которые победили своих оппонентов, еще раз напомню. Да, но у нас еще не было предыдущей серии, поэтому нет результатов, серия из трех игр, опять же, это Best of 3, но это может быть Best of 2 по итогу, две карты сыгранных, но может быть Spirit и проснутся, и покажут что-нибудь. Кишандр вскрывает лицо Люко, я замечу, что это четвертый раунд, а Кишандр вскрыл лицо, соответственно, будучи с СМГхой, с Мактеном, и взял Эмко к себе в руки Худжи, разменивает Ромин, который убивает мира до сего момента. Муншайн, Феня и Флэш остаются втроем, и Вега Сквадрон двигается под Б-Плент, ооо, хорошие вещи могут быть от Феня, но Чоппер чувствует и моментально прячется за стену. Вот это геймсенс у товарищей здесь, ой-ой-ой, вообще беда, с Spirit'ом тяжело будет. Да, им тяжело уже на протяжении многих раундов, и, честно говоря, я не знаю, что нужно делать перед этим, может быть, играть в агрессию, которую они показывали на трейне, у них это более-менее получалось, да, где-то, опять же, не хватало вот той капельки везения, где-то даже скилла не хватало чуть-чуть, чтобы переграть оппонентов. Помним мы в случае, кто не помнит, посмотрите потом записи карту до трейна, потому что, ну, полностью слепой оппонент, вдвоем выходите, не убиваете. Ну, такое бывает, конечно, но все-таки. У нас взрывались, кстати говоря, Чоппер и Джер остаются 2 в 2, биты, Худжи и Кишандр, 28 хп, Кеша, который творил невероятные вещи на дотрейне, остается в последнем в составе Вега-Сквадрон и ретейк, в принципе, очень даже возможен, Муншайн выбивает Кишандра и 4 в 2. 4 в 2 были Вега и Spirit'ы справляются. Одного взорвали, ну, а троих просто разобрали, по-братски, 4 фрага на двоих. Да, все-таки девайсный раунд отходит Spirit Academy на их пике. Не без проблем, мягко говоря, не без проблем, но все неплохо. Но деньги есть еще у Вега-Сквадрон, более того, Кеша начинал раунд, опять же, с СМГ-хой, да, то есть, это можно считать, вообще-то, можно считать, что практически ни с чем начинал, имеется в виду, да, то есть, против вторых арморов, там, первых, с СМГ-хой, ну, это сложно, это сложная вещь, это непростая вещь. Потом с СМ-кой бегал, и в итоге выжил до конца, и еще мог там еще кого-нибудь застылить, да, то есть, такой момент. Чоппер теперь с Мактеном будет, гангстером будет у нас господин Чоппер. Интересно, мотоцикл или вертолет? Ваши варианты в чат, дорогие друзья. И в итоге под Б, нет, пока бомба скидывается в интерпассах, и ребята из Вега-Сквадрон будут играть и там, и там, на чек. Да, постараются, Люк находится у нас на банане, промахивается по Кешандру и Кеша, в принципе, они не промахиваются, они попадают прострелом по Кешандру. Я смотрю, что ХП у него немного, хотя я могу ошибаться, может быть, кто его подзарвали. Я вот не обратил внимания на начальный ХП на игроков команды Вега-Сквадрон, но все-таки у нас небольшой буст для Джера, и, собственно говоря, он сейчас может найти Роми, который там мечется по пленту, и сейчас, возможно, заметить, Роми тут падает молотом, но не под ноги. Оппонент, там, кстати говоря, Люк без армура, хотя, мне кажется, у него оставались деньги, чтобы закупиться, нет. У него просто голая снайперская винтовка, хаешка ответная от Вега-Сквадрон, ну и вроде бы стояние на банане пока что ни к чему не приводит, хотя Роме фраг оформляет по Кешандру, тут же Худжи проходит дальше, Джерп, пытается заинуться. Зайти хотя бы куда-то, там, Роме, но все-таки, да, погибает и он, у него было слишком мало ХП. Три в четыре, Спирит Академия. Если быть точно. Один? Один ХП у Роме был, да, то есть 99 минус, остался лишь один, как Дункан Маклауд, вот это самое одно ХП. И вопрос к Муншайну с Флэшем здесь. Хорошая работа, Джера, да, хорошая работа, даже отличная, на Камазике замыкают оппонента мир в итоге. Хае туда по позиции Флэша полетела, Флэш немножко ловит, но ничего страшного. За Камазом играет, мусорка, потому что выходит, опять же, да, здесь Феня, и бомба будет поставлена под Камаз. В итоге вышел с мусорки. Кстати, Феня вскрывает лицо, но он замыкает мир своего оппонента. На самом деле можно было разыграть здесь от Спирит Академия, потому что, опять же, с мусорки товарищ выходил, на Камазе был тоже человек. Можно было красивый кроссфайр здесь сделать, надо было немного подождать, вот, с позиции Камаза выходить. Вот чуть-чуть, вот три шага буквально еще бы сделать товарищу, который как раз выходил с позиции лестницы, да, мусорного контейнера. И, я думаю, было бы лучше раза в полтора, но немного поспешились перед Академиями, в итоге Вега берет еще один раунд для себя. Да, и продолжается, опять же, доминирование. Вега-Сквадрон уже на второй карте, и что-то я, опять же, не вижу возможных мувов для Спирит Академии, чтобы вернуться в эту игру, вернуться в этот Best of 3. И как-то, ну, чудо должно случиться, честно говоря, потому что, ну, везде Вега-Сквадрон лучше. Да, получилось Спиритом сейчас в последние два раунда один из них потащить, второй же. Ну, вот, на Торникова, если бы Феня там справился, было бы, конечно, поинтереснее. Но вот опять, мы уже с Женей говорили много раз, чуть-чуть побольше удачи, чуть-чуть побольше скилла, и Спирит Академия реально могут идти и давить. Может быть, это будет в будущем, но сейчас пока не получается, к сожалению. Позиции-то хорошие. Очень хорошие. Позиции-то хорошие, местами выбирают, прям сладкие-сладкие, но вот местами механически, да, то есть не получается дальше разыгрываться. Так, Люк, интересные вещи, потому что Кеша против него, потенциальный против него. И вот Люк играет через Смог, прячется за 90, мне не прячется. Б-плейн полностью вскрытый, и все-таки нет, Люк проигрывает здесь Кеша. Идея была хорошая, мне понравилась. Вопрос к номеру 6. Это Худжи, да, вскрывает вот такие Феня, Феню. Господин Худжи, бомба поставлена, опять вопрос к Кишандру. Кишандр начинает, замыкает здесь эндерпассы. И... Ой-ой-ой-ой-ой, мог бы даже трех забрать, но Роме все-таки крадет автомат Калашникова, надо бежать. Ему на перерез обязательно побежит ЖР, даже не побежит, а встанет в позицию, потому что ЖР с АВП, куда ему бежать с АВП. Наверное, пустят в охоту других товарищей, да, да, пустят. Ну, там нет армура у Роме, поэтому Девайс просто погиб... Да, погибает у нас вот таки Роме, Девайс не успел засейвить, хотя могу пройти по лестнице и где-нибудь засейвиться на Таревском спауне, либо же на детской площадке. Но вот сделал такой мув ушами и не справился. К сожалению, 0.26 идет у нас люк, пока что не получается вообще ворваться на эту карту. Также и ЖРа мы не так часто видим. По-прежнему доминируют Худжи и Кишандр в составе команды Вегас Квадрон, что на трене они себя круто показывают. Показывали, особенно Кишандр, я отдаю ему MVP прошлой карты 100%, потому что было слишком бодро и хорошо смотр... Как действует данный товарищ. Теперь же 1.5, снова нет денег у команды Спирит Академия. Тут у нас выход на Бэплэнт, погибает 1.2, ну и в принципе Бэплэнт вот за секунду вскрывается. Опять, да, действительно, флэш. Уже с на позиция флэша Худжи убивает флэша. И... Серьезно будут загонять? Прямо так вот? Кеша на хайпе просто ищет оппонентов и дальше продолжает. Не-не-не, или продолжает... Нет, вернется назад. Вот это да, это агрессивно. То есть прям кровь чувствуют ребята из Вегас Квадрон. Ничего не боятся, вообще ничего не боятся. 9.2 играет Худжи, 9.4 играет Кишандр. 6.1 играет Мир, один раз умер всего лишь. 5.2, Чоппер у Джейра пока 2.5, но местами не работает. Люк 0.6 на данный момент. Миншрайн 4.6. Мир убивает Люка здесь как раз. И в итоге у Люка 0.7. 0.27 получается. Мир замыкает Ромми. 1.6. Пару раундов еще и Вегас Квадрон выигрывает первую половину. По тенденции на карте можно посмотреть, да, что 3.1.3. Идем, как бы, в общем и целом, так и получится, судя по всему. Не знаю, сложно, сложно. Спирит Академии здесь. Ну да, как-то все опять же в одну калитку залетает. И, честно говоря, борьбы мы здесь особо не видим. Вроде и стараются парни, но слишком Вегас Квадрон, ну, бодро. И уровень другой. И ребята уже сыграны очень сильно. Если брать спирит Академии, то там понацеплялись разных команд игроков. У нас тут Муншайн забирает 1-2, не получается, на размене выходит Вегас Квадрон. Пробираются дальше, но здесь же Люка фабрит свой первый фраг на этой карте дальше идет. Но зачем? Голова показалась тут же художе. Ее и фармляет Ромми, правда, в поджиме. Может забрать и забирает Жера, снайпер падает. И вот он шанс для спирит Академии на взятие 2-го раунда. Правда, да, бомбы лежат, кстати, не под контролем атаки. Так что сейчас будет проблематично зайти туда, не зная куда, и попробовать разобраться. Правда, Чоппер уже находится на таревском спауне и попробует куда-нибудь зайти. Погибает художе, 1 в 3, времени целая минута. Чоппер, бомба не в контроле, точнее в контроле Чоппера, но не на руках. Сейчас заберет. Они видели бомбу, что ли? Почему ушли спирит Академии? Забирает, возможно, возможно и не видели, потому что, судя по тому, что мы видим, сейчас они распределятся по плентам, потому что вот под Б флэш с Финвишесом, с Феней здесь стоит. И кто-то на Б останется, Финя останется на Б, на граффити. Да, 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 да. Здесь около холпы находится Финя. Заметь, что у Чоппера есть, в общем, в целом, шансы вскрыть Финьи лицо. Ну, по-хорошему, да, если все совпадет. И даже поставить бомбу. То есть ситуация 3 в 1, он может сделать и килл, и 800 баксов команде. То есть это слишком сладко. Вот он Финя, и вот килл, а вот бомба. То есть это та ситуация, когда вот слишком, вот слишком просто. Ну, а Чоппер замечает на девятке оппонента. Флэш, да что ж такое-то, не везет абсолютно команде в Спирит Академии. Роме последний. У Чоппера 18 кп сейчас может растащить. Голова влетает Чоппер в одного. Какие ошибки допускает Спирит Академии просто, ну... Я вот и не верил. Я просто, ну, то есть я в принципе вот и не верил. Какого черта? Я думал, одного убьют, а мобу поставят. Это и так-то сладко. А тут раунд целый 1 в 3, дорогие друзья. Эта-та-та-ташечки. Ой, тяжело. Это просто дико тяжело здесь. Здесь можно вообще выплыть просто. Дамба просто вся поплывет. Оползень. Очень сложно. Не знаю, что добавить. Надо как-то браться с Спиритом сейчас. Потому что тут настолько однокалиточная первая половина может быть дальше, если подтельтануть немного. Да, ну... Я не верю в то, что, например, Спириты бомбу не заметили. Потому что игрок находился прям вплотную Выбил и оппонента И в принципе должен был видеть Потому что Джер был с бомбой И все равно ребята сместились на пленты И просто вот так дали возможность Которую все-таки у нас реализовал игрок команды Вега-Сквадрон И вытащил кач 1 в 3 Это безумие Это просто безумие Ну спириты, ну соберитесь, родненькие Я ни в коем случае не топлю за спирит Не ставил на них, просто мне очень Крустно за такими наблюдать Мы за красивый контрстрайк с Олегом Действительно за равный там и так далее Совершенно стандартные вещи для комментаторов Большое удовольствие как раз Происходит битва такая серьезная Когда мозги играют против других мозгов Люк в итоге вскрывает черепки Шандру Еще один килл для люка Фенис замыкает хуже И вот он второй вымученный раунд Для команды Вега-Сквадрон Не в контроле, не на руках бомба для мира Мир это стрелок Он может еще пострелять Там на 2, вот как раз он идет стрелять Вот он видел плечо, но не стреляет по Мэншайну Еще раз ее в плечах Все-таки Мэншайн контролит мира У мира были шансы пустить по две пульки И потом если бы Мэншайн не понял, что у него сейчас кончилось хп И сделал бы второй стрейф Инстинктивно еще второй стрейф на него То Мир мог бы Мэншайна забрать Но нет 2-7 Ну вот второй раунд, да Пока что Ну получилось, да Выйти в спины Там Люк На бегу с чешки расстреливал оппонента И по итогу потом все-таки С этим девайсом он смог справиться и забрать одного Потом еще тимметы тоже помогли В принципе, да Вот На планете было слишком много Спиритов и Ну, может быть, это какая-то удача Вот она пришла как раз-таки Но дальше может ничего не получиться Феня находит Хаджи Худжи Он же самый, не знаю, просто по-разному называют его все И Как-то вот время-то время не залетает Вроде через Черезу, на самом деле Флэш убивает Чоппера Феня вскрывает лицо Ой, Феня, Феня, хорошо Хорошо Третий раунд И жизни сохранить, пожалуйста Вот Я, я, как бы я не болею Но пожалуйста Да, да, в пятером Феня квадрокилл Круто Круто сейчас приняли Молодцы Квадро для Феня Да, это очень здорово Он с одной позиции принимал монстра И в итоге получилось Денег у Спирит Академии Посмотри, просто огромное количество Нужно будет Веге забрать много в раундов подряд Тем более, что у них сами деньги закончились Там, да, есть на девайсе Пять калашей Раскидка хорошая Но если Вега проигрывает То Спирит Академия Рассчитывают на неплохой камбэк Ну, хотя бы по раундам Я не говорю, что они могут выиграть эту половину В принципе, карту Но уже есть какие-то наметки Главное, потащить сейчас этот раунд Или хотя бы выбить максимально девайсов Из Веге Сквадрон Четыре, три Может быть, даже пять Выбить там Вдруг бомбу раздефьюзить Но вот для Спиритов Это очень важно Мишаин Получая через деревяху Прострел с болота Опять же На позицию халпы Там, ну, через халпу пули летят Ай-яй-яй Но, опять же, да Смотри Сохранили жизни Забустили деньги Можно ломать экономику Вега Сквадрон И возвращаться в эту игру То есть мы вот Я ныл вообще Я совершенно признаю Я ныл, да, по поводу счета Потому что не дело И сейчас реальные шансы Вот прям реальнейшие шансы вернуться Совершенно не буду врать Но еще один раунд от Спирит Академии Вот просто кровь из носа вообще Все силы, все 146% Сейчас в этот раунд надо влить Два на Б Один, прошу прощения, даже на девятке Три на Б, по сути Два на А Один на А, прошу прощения, в полуподжиме На Банане работает Люк И забег на В Феня топит Даблкил, хорошо Мир, правда, разменивает Но флэш моментально работает по миру Через дигзаг заходят оппоненты Команда Спирит Академии Муншайн Хорошая позиция, потому что Закрывает себя от дигзага И сейчас должен принимать оппонента Да, Кишандра убивает Отличный раунд Отличный Отличный Вымучили таки Вегу Сквадрон Молодцы Потеряли только один девайс 10 тысяч имеется у Феня Но это Это очень бодро 10 тысяч также у Люка Но вот не хватает Спирит там Снайпера своего Вообще не хватает Там был только один минус Снайперской винтовки Два раунда Это было на экономическом Где, в принципе, Люк вышел в спину Забрал девайс Это был Калашников И убил еще одного А вот Именно Как снайпера Его в команде не хватает 3-2-8 За 11 раундов Три фрага Один со снайперской винтовки Потом ошибка И браун для Веги Сквадрон Ну, такое себе, честно говоря Мог бы сыграть и лучше Потому что Люка, я помню Еще из команды Квест, по-моему, так называлось Где он отыгрывал Очень хорошо Там Люк Все там Я Варгазмировал на этом моменте Какие вещи он ставит Вот он Первый выстрел И первый фраг Роми также находит Джера 3-5 Да, денег у Веги не было Это форс Но все-таки С этим справляется Потому что могли бы Проиграть там какие-то Два фрага с Дигла И прощай Команда Спирит Академия Могли бы, да Потому что Веги Сквадрон Это такие ребята Которые могут С пистолетов плеваться Хорошо Но, опять же Еще раз, да Дозакрою тему Точнее, дораскрою, наверное Сломали экономический хребет Своему оппоненту Спирит Академии У Веги нету денег Спирит Академии Сейчас по-хорошему бы Надо бы забирать И мира, и Чопера Сохраняя жизни То есть Роме не стоило бы Лезть вперед Если он может встать На опорную позицию И Роме в итоге убивает Чопера Вообще, механически, да Ты видел какие-то Ту-ту-ту-х И все Прям лепшот Да, там он прям Стрейфанулся И сделал красиво Просто я, какой по миру Замечательный сейчас влетел Мир Воюй дальше Но недолго Квадро для Роме И, ну, ребята Опять же Пятером выжили Не отдали ни одного девайса И по экономике У них все очень бодро А если продолжить так дальше То Вега Сквадрон Будет воевать Всю эту половину Против девайсов Да, да Смотри Смотри У них нету денег И у них под конец карты Они сейчас будут отдавать раунды У них не будет денег Спирит Академии Сделали финт ушами сейчас Они сломали экономический хребет Под окончание первой половины И с учетом того Что вот я специально сейчас посмотрю Дорогие друзья Смотрите Раунд номер 11 Четыре выживших Раунд номер 12 Пять выживших Раунд номер 10 Не с той стороны Начал пять выживших И раунд номер 9 Четыре То есть Два человека по сути, да Два человека умерло За четыре раунда Это буст экономика Под конец карты И Ромя Работает раз под флэху Работает дваз Но худже не Худже все-таки перестрелит Худже может Но три в четыре Да, там Кеша Он долго реагировал На самом-то деле Мог бы пройти дальше Честно говоря Попробовать зачекать Еще одного Теперь уже информация По нему есть Видел еще одного Понятно Флэш великолепно Забирает еще и Чоппера Последний Худже Против двоих Снайпер Правда не торопится Перемещаться Он ждет Люк Че-то ждет Худже 46 хп На борту Этого Самолета Которого Можно назвать Худже Он может Расклачировать Все это дело Если честно Бомба на руках Бомба в контроле 20 секунд Единственная проблема Флэш работает Пока что С хелпы И как раз Закрывает себя От возможного Забега На той самой хелпе Мало ли По лонгу Человек на Побежал И как раз сюда Худже Вот Это интересно Люк Остается Последний Один на один Клач ситуация Тут уже для Люка Если честно Потому что План спирит академии Должен сбываться Если по хорошему Они бы этого Сами хотели Худже Работает за столбом На данный момент Люк Выпадет Ааа Какой клач Какой худже Мах Брависсимо И снова Очередной клач Для Веги Сквадрон Отличная реализация Теперь уже Один в два Был худже Но все таки Да Веги денег не хватает И спирита Все отлично, два раунда до окончания первой половины И на эти два раунда у Спиритов денежка имеется Это очень хорошо для них и очень плохо для Веги Сквадрон Хотя они уже в атаке на оверпассе набрались слишком много раундов Целых 8 И опять же напомню, что это выбор команды Спирит Академия То есть Вега эту карту, как мы видим, играет тоже весьма неплохо Да, оппонент слабее, но как ни крути Проблемы, проблемы у Спиритов И честно говоря, могут они эти два раунда отдать И 10-5, это вообще плохой результат То же самое было на трейне, поэтому, ну, слишком все может быть просто для Вега Сквадрон Пока есть деньги у Спирит Академии, но Вега Сквадрон выигрывает первую половину Важно понимать, дан за террористов И вот этот раунд, который Худжи сейчас сделал, в котором Худжи сделал Клач Ой, Худжи еще один И по Люку килл, и при этом он был вообще-то совсем не в очень удобной позиции Но все равно Люку убил здесь Люк должен был его забирать Мир убивает Роми, в итоге остается Финвиш, остается Флэш Прошу прощения И 10-5, это В общем, целом реальная вещь 9-6 может быть, да Джер снимает оппонента, 7 ХП остается Финвиш, остается Фенни, да Остается в последнем итоге, посмотри на ХП Но все живы Это означает, что до последнего раунда Можно сменить будет Галил И закупить по 4 граната То есть ютилити вообще все, все у всех На всякий случай, да Не обязательно все-всеми гранатами будут пользоваться Потому что разные роли есть Опять же в команде Нет вариантов у Фенни здесь При этом я замечу, на последний раунд есть деньги У Спирит Академии в принципе есть деньги вообще Но Фенни принимает решение сделать какой-нибудь экзит-фраг Что в общем Будет иметь значение, если честно Потому что посмотрите на деньги Вегас Кэлдрон Да, да, это будет иметь значение Да Честно говоря, вряд ли Там много накопили себе Спирит Академии 6900, 6750 То есть можно поделиться Но да, как вариант Можно засейвиться и докупить себе У Тилити, так что Ну, все-таки сохраняется По-моему, даже Чоппер взрывается Если не ошибаюсь Денег у него, конечно, хватает Там еще и есть Помощь от тиммейтов 5900 по итогам 14 раундов Последний раунд первой половины Спиритам нужен этот раунд Кровь из носу Вот как ни крути Но 5-10 Ну, проигранный пистолетный раунд И как бы ты уже летишь 13-5, возможно Если не ставил бомбу Может быть и девайс Также отдадут Ну, чем черт не шутит Всякое бывает Так что шестой Ну, очень сильно нужен Там, конечно, тоже будет иметь Вес пистолетный раунд Но не так сильно Честно говоря Там при счете 6-12 Можно пытаться камбэчить Тем более, что это, опять же Их пик И за атаку Они должны были что-то приготовить Муншайн На деревяке Хорошие моменты Мир не видит Муншайн Красивый килл Здорово сработано И флэш выходит в итоге На позицию зигзага Опять же с болота Хе ловит Но 9 хп только Ответная хе на зигзаг Там никого уже больше нет Есть вариант Лиаспирит Академии 5-4 Да, начало нормальное Но, опять же, мы видели Кучу клачей Кучу моментов Когда игроки команды Вегас Квадрон Очень бодро воевали Вот сейчас можно было бы забрать феню Он в 42 хп остается у него Но вовремя Смещается В безопасную позицию Феня 4 в 5 Есть Да, есть сейчас живой снайпер У команды Вегас Квадрон Поэтому Ну, если какой-то фраг Залетит от снайпера То, в принципе, очень даже Может случиться Что опять какая-то Брелизация меньшинства Джер С бустачи Какая-то оппонента У нас там сумасшедшая Размена Роми Находит своих оппонентов И только лишь одного Люка продает Но Люка здесь не так Страшно потерять Как могло показаться Муншайн Забирает еще и Джер И последний чоппер В живых Против четверых игроков Защита И тут же Смог А может еще пройти Чоппер очень ужасный парень В хорошем смысле Да, да, да Мотоцикл Вертолет Может здесь делать Вообще все На самом деле Но Против троих Все-таки Все-таки тяжело Будет работать Но вот он двигается Постепенно под А Чек И каждую вообще Щелочку Каждую позицию Все, что он только может Смог На Закидывает Хотел бы поставить бомбу Но Спирит Академии Не дадут этого сделать Действительно Хорошая половина Гудхалф Пишет Люк Действительно Так и есть То есть Вот эти вот Экономические войны Для Спирит Академии Четыре раунда подряд Это Такая Просто Такой глоток воды И свежего воздуха Для них Это просто Жизнь Серьезно Потому что Теперь у Спирит Академии Есть шансы На своем пике Если бы этого не было Шансов было бы Очень-очень мало Да Ну что же Вторая половина Спирит Академии Против Вегас Квадрон Это Закрытые квала На Эпицентр СНГ Регион И 8 команд Борются За всего Один слот Чтобы пробраться В Вайлдкарт И там побороться Еще с Тремя командами Которые также хотят Поехать на Эпицентр Но у нас уже Шесть команд получили Приглашение Это Астралис Это Гамбиты Это СК Гейминг Это по-моему Фейс И какие-то еще Две команды Вот Я не помню какие К сожалению Но очень топовые Там уже есть Инвайты Так что можете Посмотреть сами Пока что на Б Господин Чоппер Забег на Б От Скирит Академии Скирит Академии Вскрывает лица Мир правда на размене Работает Флэш забирает С его момента Кишандра Муншайн пытается Топить Муншайн Смог снимает Своего оппонента в голову Более того Чоппер Работает по Финвишесу Роме делает Один килл Люк делает Второй килл Остается лишь Последний Худжи И Худжи Отъезжает Отъезжает Здесь Муншайн Дабл килл Роме Один килл Один килл Флэш Один килл Люк Такая Такая Важная Пистолетка Для Спирит Академии Просто Невероятно Важная В итоге можно Возвращаться на 9-9 И побороться На своем пике Все еще Молодцы Да Что Фейс тоже в квалах Нет Нави Тоже в квалификациях Они в группе А Virtus.pro И J2 Точно J2 еще будет В инвайтах Но 8 команд По итогу 500 тысяч Призовый фонд Эпицентром Но вот Я не знаю Вообще получится ли У этих двух команд Которых мы сейчас Снаблюдаем Пробраться Хотя бы в Вайлкарт На самом-то деле Может быть Вега поборется С этим всем Потому что Нави В последнее время Нестабильны Там да Есть еще Ну там да Команда не особо сильная Типа QB Fire Ребята тоже Время от времени играют Выгнали они еще И фаната Рока Зачем-то Как вообще Без фаната Рока Я так его стримы Любил в свое время Ну ладно Ну Happens Как говорится Без фаната Рока Ну все Теперь Как вообще болеть За квантомбеллатор Ладно Шучу конечно Худжи убивает Роми Теперь Вот что Митийка делает Чувствуешь да Худжи убивает Роми И Забег на Б Вскрывается Б-плейн Ребята Спирит Академия Правда все равно Кстати Вегас Квадрон Уже огрызается И Феня может Муншайн может погибнуть Очень опасная ситуация Да Там выходит Худжи Делает фраг Сражается Кеша Еще против Шарта Худжи Еще один фраг Оформляет по игрокам Атаки Это может быть Реально проблема Для Спирит Академия Есть три девайса Уже для Вегас Квадрон Погибает также И Феня И Худжи Наваливает Флэш Погибает Это взятый форс Для команды Вегас Квадрон Три девайса Квадр для Худжи И Ну ребята Вот Берут ответные Браунды И показывают Что видимо Спирит Академия Был какой-то ошибкой Нежели Закономерностью И вот теперь уже Спирит Академия Будут делать экономический раунд И потом закупаться Полностью На раунде номер девятнадцать Найстрай Спирит Академия Найстрай Ну стараются Ребята стараются Но Есть один момент Не сказал бы Что кстати Спирит Академия Был ошибкой Потому что он был Правда Действительно очень хороший Нет он был бодрый Бодрый Довольно Довольно собранный Довольно сконцентрированный Но Ну взятый форс От Вега Сквадрон Ломает вот те самые Три раунда подряд Которые могли бы Для Спирит Академии В итоге Выйти в девять девять Да счет Плотят Джер Снимает кофе Джер убивает Муншайна Кишандра справляется с Феней Джер убивает Роме Кончаются у Джера патроны С Юспиком Вылетает на Люка Пс-пс-пс Вот так вот делает И не с первого раза Но потом находит Лобешник Господин Люка Джер Квадра Килл Дорогие друзья Кишандра забирает еще один 7.11 И опять Вот она Вот она Лютая борьба Для Спирит Академии Здесь То есть опять Выгрызать Все опять Просто Ну кушать Кушать асфальт Когтями цепляться И опять Все вот пытаться 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 То есть мы могли бы На комфортный вариант Для себя выйти Но вот не получилось Опять страдать Опять биться Есть в этом Да И смысл Логика Потому что Ну Спириты Сами себе завезли Такой счет Они должны были брать Антифорс раунд Но вот не получилось Слишком Жесткий Худжи Оказывается по итогу Кишандр идет на детскую площадку Жать Флешка залетает Отлично Там срос двое игроков Но по-моему сейчас Может не получиться Пережимают Кишандр Там же погибают В размене И Муншайн И Мир В большинстве находятся Спириты Нужно идти дальше Битый люк У Чопера вообще UMP45 Это может сработать Худжи Отлетает самый Наверное опасный Горок команды Вега Сквадрон На этой карте И уже 4 в 2 Такой прыгать нельзя Спиритом Если это сольют То простите Но Ну Это уже Для Веги Будет просто победное Пшествие Это уже будет Финальная прямая Потому что Ну Тельтануть можно От этого Очень запросто Сложно такое слить Правда сложно Но Чопер Шерн Флеша убивает Джейр остается один Бомба будет по 100 Блин А Джейр Голова Джейр Отбалу Может снизу спуститься Но все таки На размене Успевает сыграть люк Если бы не успел Если бы что-то замешкался Если бы испугался Что-нибудь Все что угодно Муха мимо пролетела Но зачесался То Джейр мог бы Расконтролить еще и люка И Это было бы тогда Совсем сложно Люк молодец Вот Вовремя Все вовремя Сейчас было сделано Ну что ж И наступает Спирит Академия на пятки Веги Сквадрон Денег у Веги Опять же Как мы видим Не кончаются Они кончаются И кончаются Это две ее пихи Это М4А1С Это М4А4 АВП По раскидкам все есть У мира нету Каски Правда Ну это да Тоже может сыграть Злую шутку Хотя Да Там только два Калашниковых А также два Грилы Фармганчик На руках у Феня Но вот Да Если подставить Мир конечно Будет очень больно И обидно Но шансы есть Одной второй команды Бай весьма неплохой Снайперская винтовка Для Джера Спирит Академии Таким похвастаться Не могут К сожалению Для них Наверное Может быть Мы не так часто Увидим здесь Снайперский девайс Для люка Если за защиту Не так Сильно получалось И бодро убивать Как могло бы быть И должно бы быть Наверное Вот Джер Эту винтовку Может реализовать Намного лучше Кишандр Прыгает у нас в коннекторе Там есть двое оппонентов Флэшечка Неплохая Кишандр залетает Смог Кишандр Его просто не замечает Здесь он может в спину выйти Забирает он Муншайна И тут же Галил поднимает Но это была ошибка Не успел он даже выстрелить Ни одного патронщика Феня тут же на размене сработал 4 в 4 Так Какие варианты здесь есть Флэш Пока что на болоте находится Под 90-й угол встанет Слышит оппонента Который около деревяки работает То есть понимает Что там есть один защитник И слышит Как он бежит И слышит Куда он бежит Бежит на ХЛП Около ХЛП Флэш в итоге Пока что на зигзаге Здесь работает И остальные собираются На катушках Ребята из команды Спирид Академии Есть молотов Есть смоки Есть варианты Закинуть на бочки молотов Есть варианты Закинуть два смока На плент Вопрос Полетел? Полетел Молотов полетел Нет Вообще ничего не полетело Просто падает Остается люк последний Ух ты Даблкил люк Но Его замыкает мир 8-12 Были варианты Но вот нет Надо было наверное Сначала раскидать То есть попрятаться Сначала раскидать Аккуратно А потом забегать И как-то что-то Вот не получилось Ну да И снова бездельник Спирид Академия И это уже 13-й Для Вега Сквадрон Я опять же Не думаю что получится Взять такой раунд Учитывая что Раз глок Два глок Три глок Ни одного армора Ни одной гранаты Вообще не имеется на руках Попытка наверное будет От спиритов Зайти на плент И поставить бомбу Чтобы все-таки Хватало на полноценный бай Для ребят Из атаки Муншайн Первый врывается на коннектор Там никого не замечает Ну а дальше Спириды Расходятся Кто на лонг Смотрит Кто на шарики Любуется Ну а дальше А нет Все-таки будет не быстрый раунд Они будут ждать Они будут ждать аркады От веги Которые туда даже не идут Конечно очень близко Кишандр находится В душевых Но Он не идет Он просто ждет Он понимает Что где-то возможно Оппонент Феня подставляется Первый Да что ж такое-то Тень 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 Есть свет А есть тьма А есть тень В игре Контерстрайк Кишандр работает Здесь На механике Самой игры Где-то оппонента Раньше чем Должен был бы Наверное здесь Кеша работает Не все залетает В итоге Даблкил для него здесь Я даже бы не сказал Что особо прорывает Банан Потому что Ничего вообще Никто никуда не идет То есть это даже Не энтри фраги Грубо говоря Здесь Потому что Вот этот моментум Да Так называемый На атаку сейчас потерян И спирит академии Будут продолжать Заново Вот еще раз Пытаться Скрыть Мир За машиной Есть игрок у нас В банке Это Чоппер На вэпланете Оставляют лишь одного Игрока диффенса Это Уже в принципе Не важно Потому что Выход на аплент Хороший выстрел От флэша Да что ж Такое-то Просто залетает Ни за что Чоппер Дальше пытается работать Муншайн Отъезжает Зачем ты вообще Пушил братан Роми Последний В составе Команды спирит Академии В этом раунде Роми Слышит по-моему Игрока на хелпе Но Чоппер Должен ждать хелпу А хелпа уже в спине Худже Выходит Видит оппонента Что за позиция Такая отвратительная Ну почему так плохо Роми просто В открытую стоял И ждал оппонента Он думал Что будет двое Оттуда идти Но это просто Ну встал бы за машину Ждал бы там Та же самая песня Получается По итогу Только ты еще Прикрыт машиной Если честно Не уверен То что Ну то есть Надо понимать Да я не уверен То что Он мог знать Что оттуда Пойдут двое Откуда вообще Ну в смысле То есть как Если это не волхак Открытая позиция Открытая для Ланга Открытая для Банана Открытая для Банка То есть Это Ни разу не опорная А это Вот наоборот Опорная Да 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 Это топорная Пожалуй Позиция Можно так назвать Ну в смысле Она какая-то Самодеструктивная Я не знаю Ну вот вот Куда сел Да то есть Как вот получилось Сделать Так и получилось Выбор игрока Но вот мы Комментаторы Наверное не согласны 8.13 Да 8.13 Кстати говоря Вот Наверное Ту самую Задачу Которую поставили себе Спирит И поставить бомбу Они реализовали Потому что Видим Хороший девайс И хорошую раскидку Но они уже Все раскидали На плент Б Выход Возможно Уже очень близко Худжи Находит понято Тут же Врывается Феня Оформляет От Я вот не знаю Сможешь ли ты Показать Там где Заборчик На подъеме На болоте Если смотреть Вот с этого подъема С песков Ровно на каналы Напротив Там где монстр Выход И вот эта стеночка Этот заборчик Закрывает Отзигзага Но можно при этом Голову искать На каналах Напротив Опять же С выхода На монстр С монстра Вот И Роми мог не выходить На столб Непонятно Где второй оппонент И пытаться Закрыть себя От зигзага И зачекать монстр А потом Аккуратненько В полуприсяде Закрыть себя С этой же позиции Закрыть себя От монстра И чекать зигзаг От этого же забора Вот эта позиция Она реально очень хорошая Она реально опорная Прямо она круто Очень работает Но нет Он полез вперед В итоге в кроссфайер Попал крест на крест Стычка На мидле Кишандр и мир Делают по фрагу Мир еще пушит Добирает Жер минус И флэш последний И раунд Буквально за 20 секунд Был решен Флэш вообще не понятно Что происходит Ребята я вышел Тут под монстра А тут вы уже погибли Какого черта Что делать-то мне Говорит наверное флэш Своим тиммейтом Все это происходит Конечно же в онлайне Эти квалификации Но вот Как-то не знаю Скованно себя чувствует Спирит Академия И спрашивают Почему спирит такие слабые Ребята это их Академия Там набрали Состав не так Давно Насколько я понимаю Потому что Слишком много изменений Произошли там Вот Многие спрашивают Что такое Муншайн Откуда он вообще взялся Откуда он свалился На самом-то деле Ну вот Видимо пока что Сыгрываются ребята Спирит Академия Но Как мы увидим Пока Не получается сражаться С более сильными командами Вообще Если вот Совсем Объективно разбирать Спирит Академия Не так плохи В целом Я имею ввиду Но правда молодцы Между прочим Потому что Я не так давно Их видел На Квалификации К чемпионату мира Вот АСФ как раз И ребята там играли Ну реально неплохо Показывали игру Да Просто против Вега Сквадрон Ну тяжко пожалуй Ну правда тяжко Здесь И А что делать Да То есть Варианты кстати были Для спиритов Но Вега вот на опыте Просто На механическом опыте Стали бы тащит На тактическом опыте Стали бы тащит Опять же На тактическом опыте Позиционок Да И вот как против этого Бороться Если у вас его Немножко меньше Этого опыта Всего причем Я не знаю Джерна Лонг Забирает одного Видите еще и второго Но там уже погибает Кишандер Соответственно Пока вдвоем Чоппер чекает Все очень внимательно Спирит И понимает Что есть снайпер На точке А Так что нельзя Подставляться Под эту снайперскую винтовку Но проходит по лонгу Уже Муншайн Вместе с Бомбкерри Это люк Смог неудачный Кстати говоря Есть просвет Джер Да как же так Спиной сидел Но тиммейт не помог Мир продает своего тиммейта Вообще за 3 копейки Дальше Мир Хэдшот по Муншайну Мир Еще один минус Люк И Роме последний Нужно бы идти Чоппер забирает Одного люка На размере второго И не успевает Прицелиться в голову И в принципе Даже сделать выстрел 16-8 2-0 За Вегас Квадрон И дальше у нас Уже европейская квалификация Еще раз напомню Что это НИПы Против Space Soldiers Игра должна начаться Через Через много